Свой новый самолет Ан-225 антоновцы назвали поэтическим украинским именем Мрия, что значит мечта. Нужны ли нам такие самолеты? Насколько они оправданы? Работа, связанная с ликвидацией последствия землетрясения в Армении, показала, что самолеты такого типа очень нужны. Кстати, груз на этом самолете можно будет размещать не только внутри, но и снаружи фюзеляжа. И конструкторы рассчитывают, что первым таким грузом на внешней подвеске может стать, например, космический корабль «Буран». Максимальный взлетный вес новой машины — 600 тонн. Сейчас она весит тонн 400, но смотрите, как легко оторвалась она от Земли, пробежав по полосе около тысячи метров. Чуть больше часа длился этот первый испытательный полет Мрии, полет мечты. Тихо стало на аэродроме. Все, кто был здесь, затаили дыхание. Первое приземление. Мягкое касание, короткая пробежка и поздравления принимают генеральный авиаконструктор Петр Васильевич Балабуев. Среди главных героев дня, конечно, сегодня летчики-испытатели, во главе с командиром экипажа Александром Васильевичем Голуненко. Этот первый полет для них — начало большой работы. Весной 1989 года руководством страны принимается решение показать Мрию и Буран на авиакосмической выставке во французском Ля Бюрже. Ан-225 перегоняют на космодром Байконур для летных испытаний в связке с орбитальным кораблем. Перед тем, как отправиться на выставку, выполнят шесть тестовых полетов с Бураном на внешней подвеске. В ходе испытаний полностью подтвердилась надежность стыковочных креплений и устойчивость связки самолета и орбитального корабля в полете. Прибывший на выставку в Ля Бюрже Ан-225 с Бураном на спине произвел фурор. Тысячи людей толкались в очереди на огромной площади, чтобы посмотреть Мрию изнутри. Ан-225 принял участие еще в нескольких авиашоу и считанные дни использовался для полетов. Мрия должна была стать частью многоцелевой авиакосмической системы. Ан-225 выступал бы в качестве первой ступени комплекса, на котором устанавливался орбитальный самолет или блок выведения с полезным грузом, оснащенный внешним топливным баком. При этом масса второй ступени могла достигать 275 тонн. В 1994 году полеты прекратились. Уникальные характеристики, заложенные в Ан-225, позволили этому самолету вновь подняться в небо. В 2000 году в АНТК имени Антонова приняли решение восстановить Мрию для коммерческого использования. Компания MotorSitch передала в аренду шесть двигателей Д-18Т. Самолет оснастили сертифицированным оборудованием, которое позволяло осуществлять полеты по всему миру. Всего спустя год был получен сертификат летной годности для перевозки грузов внутри фюзеляжа. 7 мая 2001 года Ан-225 после многолетнего простоя вновь поднялся в воздух. Он использовался для грузовых перевозок. Так начался новый этап в жизни легендарного самолета, который продолжался до недавнего времени. Благодаря выдающейся грузоподъемности Ан-225 Мрия – обладатель бесчисленных рекордов. Ан-225 Мрия – мечта. Это уникальный самолет, который с вероятностью близкой к 100% так и останется в единственном экземпляре. Хотя задел для второго и имеется, но строить второй, чтобы перевозить грузы внутри, экономически нецелесообразно. Такой проект не окупится, ввиду огромной стоимости создания и технического сопровождения. Время мечты и мечтателей осталось в прошлом. Украинские снаряды попали в ангар, где хранился самый крупный транспортный самолет в мире. Ан-225 Мрия – в переводе на русский мечта. Так вот, украинские артиллеристы попали в него и самолет сгорел. Мрии больше нет. Мрия – в переводе на русский мечта. Мрия – в переводе на русский мечта. Продолжение следует...